Ух, да, нет, вы только посмотрите на память, а диски нет, но это просто отчаячарование. Привет, вы смотрите Сделай Сам за 5 минут. С вами Триша Хёршбергер. Если вам когда-либо доводилось пожирать глазами системный блок, сияющий внутри подобно новогодней ёлке, значит, возможно, вы уже готовы приступить к оснащению своей машины RGB подсветкой. Но даже если вам не нравится буйство красок, захватившие компьютерный мир в последние несколько лет, трудно отрицать, что подсветка позволяет придать вашему железу вид поистине уникальный. А вы знаете, что в мире Сделай Сам – уникальность – основа основ. Если наш сегодняшний выпуск заставит ваш мир играть новыми красками, ставьте лайк, подписывайтесь, чтобы не пропускать новых серий. В последние годы все эти моддинговые навороты наподобие систем жидкого охлаждения и так далее и тому подобное стали намного доступнее и проще. Тем не менее, оснащение компьютера подсветкой всё ещё остаётся задачей совсем не такой простой, как хотелось бы. А всё потому, что не существует единого стандарта системы RGB подсветки, и комплектующие одного производителя могут попросту отказаться работать с железом, производимым всеми остальными. А это чревато дополнительными сложностями при выборе комплектующих. Есть, конечно, вариант ограничиться готовым набором подсветки со светодиодными лентами, которые можно прилепить на двусторонний скотч и контролировать при помощи пульта дистанционного управления. Это самый простой путь. Однако, учитывая, что масса компонентов вашего компьютера уже, как правило, оснащена подсветкой, глупо этим не воспользоваться. Первое правило при выборе таких навороченных комплектующих – берём железо, которое программно синхронизируется с вашей материнской платой. Мы говорим о вентиляторах, твердотельных накопителях, видеокартах, корпусе и так далее. Но как же это выяснить? Проверяем страничку «Совместимость» на сайте производителя материнки. Помните, мы говорили, что не существует единого стандарта? И это действительно так. Тем не менее, в вопросах подключения система всё же имеется. Какие-то производители используют кабели с четырёхпиновыми разъёмами по одному контакту для красного, зелёного, синего цветов, а также питания. Другие добавляют пятый, чтобы получить чистый белый цвет, не смешивая RGB-компоненты. Большинство материнских плат имеют два разъёма для подключения систем подсветки. Но вот если вы решили, к примеру, завести десяток светящихся кулеров, этого может не хватить. Можно решить эту проблему при помощи адаптеров, гирляндных подключений, но здесь уже вам придётся изучить вопрос самостоятельно. Выбросы вместимых комплектующих также обеспечивают возможность управлять подсветкой при помощи специальной программы, поставляющейся с материнкой, а не полагаться на софт сторонних производителей. Мы поговорили о подсветке внутренностей вашего компьютера, но очевидно, если смотреть на ситуацию глобально, это только часть общей картины. Мы говорим о периферии, клавиатурах, мышах, ковриках для мыши, наушниках. Всё это также сейчас оснащается подсветкой и позволяет создать особую атмосферу в вашей игровой, особенно если они корректно синхронизированы. Повторюсь, единого стандарта здесь не существует. Каждый производитель поставляет своё собственное программное обеспечение для управления оборудованием. Например, SoftEngine Unity от HyperX позволяет создавать зоны для подсветки, назначить клавиатурные сокращения, создавать макросы и сохранять игровые профили. А что делать, если клавиатура и мышь у вас в модели HyperX, а наушники от другого производителя? Как вам не стыдно? И тогда для управления подсветкой придётся метаться между двумя разными прогами, подсинхронизируя вручную все эти клёвые эффекты. Отдельная благодарность участникам форумов Kingston и HyperX, поделившихся фотографиями своих сборок, которые вы видели в этом выпуске. Всегда приятно черпать вдохновение в поистине замечательных работах других людей. Если ваш компьютер не попал в наше видео, или если вы только что проникли CD и RGB подсветки, посмотрев этот ролик, смело заливайте свои фото в сеть. Хэштег DIYin5, а мы оценим их по достоинству. Спасибо, что были с нами. Увидимся на «Сделай сам» за 5 минут. Пока! Пока! Пока!